Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем читать книгу Иисуса Новина. Эта книга начинается с того, чем оканчивается предыдущая книга второзакония, с упоминания о смерти Моисея. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Новину, служителю Моисееву. Так начинается книга Иисуса Новина. Древняя церковная экзегеза, начиная с Оригена, истолковывала книгу Иисуса Новина типологически. И в этом смысле, в таком ключе, Иисус Новин был прототипом Иисуса Христа. Умер Моисей, умер закон, и Иисус Новин ведет свой народ, народ Божий, ведет в землю обетованную, в землю ханаанскую. Также через крещение христиане входят в церковь. Ханаан прообразует собой и церковь, с одной стороны, типологически, и прообразует собой и царство Божие. Моисей умер. О смерти Моисея говорилось в предыдущей книге, книге Второзакония. Моисей не может ввести в ханаан. Он остался на границе ханаана. Закон может лишь привести к порогу церкви, к порогу Царства Божия. Но вводит туда благодать, вводит туда Иисус. Здесь Иисус Новин прообразует собой типологически Господа нашего Иисуса Христа. И вот начинается прямая речь Божия. Господь обращается к служителю Моисееву, к Иисусу Новину. Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Переход Иордана был не менее чудесен. Мы увидим повествование об этом ниже. Не менее чудесным событием, чем переход Красного моря, Чермного. Умер Моисей, раб Господень, и вот теперь служитель Моисеев принимает всю полноту власти от своего учителя, принимает это великое поручение от Бога встать, перейти Иордан, ввести народ Божий в ту землю, которая была обещана Богом, правоцам Аврааму, Исааку, Иакова, в ту землю, в которую они направились, выйдя из Египта. Долго они шли, сорок лет вместо сорока дней. И весь народ, за исключением Иисуса Новина, халева, пал в этой жуткой, страшной пустыне, через которую они шли и по которой они блуждали. Иисус Новин впервые появляется в тех событиях, в повествованиях о тех событиях, о которых идет речь в книгах Исход, в книге Чисел, во время странствования по пустыне. Иисус Новин участвовал в этих войнах, в войнах, которые вел Господь, в войнах Господних, и ему, этому преемнику Моисея, этому воину, вождю, водителю народа Божия, и предстоит вести долгие войны с семью хананейскими народами, населяющими землю, которую Господь уготовил народу своему Израилю. И вот дальше продолжается речь Господа, прямая речь, обращенная к Иисусу Новину, преемнику Моисея. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего, до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хиттеев, и до Великого моря, к западу солнца, будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Господь дает великое поручение Иисусу Новину. И это великое поручение Иисусу Новину не в силах исполнить. Но сам Господь будет сражаться за Иисуса Новина. Иисус Новин будет вести войны Господни. Сам Господь будет с ним, он не отступит от своего раба. И поэтому эти слова должны ободрить вождя воинств Господних, Иисуса Новина. И Господь внушает ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которой я клялся отцам их дать им». И вновь повторяются слова, «Только будь тверд и очень мужествен». Воину нужна твердость, воину нужно мужество. И вот эти твердости и мужество внушает ему Господь. Он сам своей благодатью, своей силой, духом своим будет укреплять своего раба. А дальше продолжается 7 стих 1 главы и говорится, что не только нужно быть как воину твердым и мужеством, но еще что, тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Задача Иисуса Новина не только военная. Его задача – исполнять в точности весь закон, завещанный Моисеем, рабом Господним, и быть, как когда-то Моисей, посредником между Богом и Израилем. Но посредником уже не в получении передачи закона, а в исполнении, тщательном хранении и исполнении этого закона. Иисус Новин, как вождь, отвечает за исполнение этого закона, не только собственное, но и за исполнение этого закона Моисеева всем народом. «Не уклоняйся от него, от закона, ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». И вот дальше, 8 стих 1 главы, очень важный. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Мы часто совершаем неблагоразумные поступки, необдуманные. Мы часто руководствуемся в своей жизни не законом Божьим, не священным писанием, не божественным словом, а руководствуемся советами друзей, советами тех людей, которые являются для нас авторитетом, советами политиков. И в таком случае мы оказываемся порой не на ложном пути, оказываемся мы и поступаем неблагоразумно, и мы не имеем успеха в своих путях. Вот чтобы нам всегда иметь успех, чтобы нам достичь уже не земного ханаана, а небесного ханаана, Царства Божия, мы должны исполнять Слово Божие. Во времена Иисуса Новина Слово Божие было сильным, действенным, оно сокрушало врагов. Такое же оно и сейчас. Оно содержится в Священном Писании, оно хранится в нем, и мы должны его исполнять. И уже не только Моисеево Слово, не только Ветхозаветное, но и Слово Господа нашего Иисуса Христа, содержащегося в Евангелиях, Он вводит нас уже не в земной, а в небесный ханаан. Продолжается прямая речь Господа. «Вот я повелеваю тебе», — говорит Господь Иисусу Новину, «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог, то и везде, куда не пойдешь». Игушуа бен Нун, Иисус Новин, уже знает на собственном опыте ту великую силу, которую оказывает Господь своему народу. Он был свидетелем многих событий, произошедших с народом Божиим в пустыне, как Господь всегда был со своим народом, со своим вождем Моисеем, и вот теперь слышит он слова Господни, что и с ним также будет Господь. Само имя Иисус и Иегушуа означает «Господь спасает» или «Господь спасение». И вот Господь окажет это спасение, Он совершит это спасение со своим народом, спасет его от всех страшных и великих неприятелей, которыми наполнена земля от многочисленных, хорошо вооруженных и подготовленных полчищ хананейских. Господь спасет и дарует победу народу своему. Так заканчивается обращение Господа к своему вождю, к Иисусу Новину. А дальше Иисус Новин уже обращается к начальникам народа, к надзирателям, как здесь сказано, и говорит «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордансией, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». А колену Рувима угадывай половине колена Моносии, Иисус сказал. Это те колена, которые решили остаться в Заярдане, в Трансиордании. Не переходите Ордан. Им было поставлено условие, что все-таки завоевывать Ордан воины из этих колен должны, а потом могут вернуться и эти поля моавицкие, эти пастбища, этот зеленеющий башан, они могут заселить. И вот к ним обращается Иисус Навин. «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию, имеется в виду земля за Иорданская, не обетованная земля, не земля, которая называется святой. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им». Взрослые мужчины, воины, возрастом от 20 до 50 лет примерно, должны были взять в руки оружие и составить, войти в это народное ополчение общеизраильское для завоевания земли. «Доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас». Вот другие девять с половиной колен. «Доколе они не получат в наследие землю, которой Господь Бог ваш, которую дает им, тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Что же отвечают они своему вождю? Они в ответ Иисусу сказали, «Все, что не повелишь, нам сделаем, и куда не пошлешь, нас пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой добудет с тобою, как он был с Моисеем». Видимые знаки присутствия Бога среди своего народа, присутствия Господа, они увидят. Чудесным образом совершится переход Иордана, чудесным образом падут стены великого города Иерихона, и Господь действительно будет с Иисусом, так, как он был с Моисеем. Действительно трудно слушаться вождя, если нет видимых знаков того, что он благословляется Богом и Господь им руководит. Такой вождь, который не руководим Богом, может завести свой народ совсем не туда. «Всякий, кто воспротивится повелению Твоему и не послушает слов Твоих во всем, что Ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Колено Рувима Гада и половина колена Менаше повторяют те же самые слова, которые Иисус Новин уже услышал напрямую от Бога. Они убеждают его быть твердым и мужественным. Это необходимо всякому вождю, а тем более полководцу. Твердость и мужество. В одной руке меч, в другой – Моисеевы слова, Моисеев закон. Вот с этим оружием Иисус Новин во главе своего народа пойдет завоевывать землю, о чем мы будем читать в следующих главах. Запись делается для библейского портала exeget.ru